здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы с вами поговорим о стихах и о возможности воплощения стихов в музыку и о концерте а важном концерте который произойдет в жизни замечательного нашего коллектива которые представлены двумя людьми сейчас все поймете ну во-первых поэт песенник поэтесса юлия старостина собственно говоря непосредственность да человек ради которого этот концерт и произведен и будет произведен на свет потому что это все-таки творчество и такое рождение до прямо будет происходить здесь у нас городском округе люберцы ну и конечно же певец и композитор игорь корнилов который участник этого концерта и как вы понимаете всегда приятно когда у нас есть мужчина и женщина которые занимаются общим делом и певец и композитор и поэт и песенник что-то нам подсказывает что какое-то сотрудничество у нас безусловно присутствует ну и скажу что а юли мы будем говорить конечно большую часть да простите меня играть более все-таки весна еще 8 марта недалеко да ну а хочу сказать что игорь лауреат премии песня года и есть у него очень интересная такая награда вот который называется за заслуги перед ямалом да то есть произведение ваше так понимать перерыва чуть ли не школьную программу там вашу ямал ненецкий округ да написано очень немало песен от всего 7 мало песен от аима и маима и малида не мало песен на немали так оно и есть поэтому песни стали народными как вы понимаете люди творческие времени мало сразу же приступаю к делу юля вот когда мы перед нашей программы меня прямо говорят поэт песенник я говорю ну как ну поэтесса же поэт песни а это глобально для вас разница ну да просто стихи как бы они могут быть очень хорошими но никогда не станут песни потому что в песне есть свои законы ну игорь не да соврать есть как бы обязательные условия обязательно даже должна быть хит строка да обязательно должны как минимум куплет припев и все это должно запоминаться то есть стихи сами по сути своей они намного сложнее обычно чем песенные тексты но как говорится простое писать сложно да я так понимаю что вот такие уже вещи хит строка это что такое то что можно подпевать подхватывать хит строка это то что запоминается при первом прослушивании и становится какая-то фраза словосочетание может быть это даже эмоция какая-то но даже простое ляля если она стоит в нужном месте она может быть хит строкой да это то что вот когда вы послушали первый раз песню выключили и можете повторить сразу или у вас вот за заел и как бы и вы это ходите поете и хит строка иногда часто остается названием наверное песни потому что легко и обозначить да конечно в основном сколько написано на сегодняшний день произведение которые уже готов если честно то я не считала но исполняется у меня более двухсот пятидесяти песен как бы поют очень известные артисты мы назовем сегодня я сам много участников концерт причем не все они будут конечно участвовать в концерте ну то есть то что все будут с вами вы сражения исполняет у меня и аллегрова ирина песня все сначала и валерий леонтьев корабли и сергей пенкин свои в общем основные хиты на мои стихи у него вот даже алл борис на пугачёву ну как сказать брала свой репертуар песни но записать не успела вот у игоря на песни поет но прям вот да у него есть песни которых кому-то уже не успела было три четвертую не успела вот видите как все интересное происходит и кстати игорь скажите пожалуйста вот мы же до сих пор я не знаю как вы спорите не спорить а мы люди спокойные тихие которые уже воспринимаем готовый продукт которым есть музыка есть поэзия иногда не поймешь что важнее что главнее вот побеседуешь например с поэтом песенником игорем резником илью резником простите да и гореть у него вот и прямо вот он да если бы значит какие-то но понятно что песни читает поэт песня что он вам композитор считает да ну как я же наполнил эти стихи мы вот скажите что скажу и предыдущий о чем я говорила написано сколько песен до 250 опубликованных потому что очень много песен лежит также у меня как у композитора с разными поэтами работая и когда вот не поэт вернее и поэт важен и композитор то есть слова и музыка но все-таки еще и исполнитель песня доходит до человека все-таки когда вот эти три составляющие сходятся потому что очень много примеров как и у меня в июле поэтому не покупались но они встались мертвыми не доходили даже до людей поэтому это очень важная вещь все-таки донести и поэтому видимо еще удобный вариант когда и поэт и композитор и певец в одном лице все очень удобно ну если говорить дальше серьезно я хотел бы все таки давайте мы наверно напомним и более подробно поговорим о вернее напомним и сообщим об этом концерте во второй части вы проводите концерт кота он будет и что это творческий вечер ваш да получается мне позвонил мой давний знакомый александр осташонок сказал что его назначили у нас не да да вот и сказал что его назначили художным руководителем дворца культуры и предложил мне сделать творческий вечер вот в люберцах в дыка я посмотрела прекрасная дыка шикарный с большой историей то есть как бы я мне стало вот прям очень захотелось я говорю ну давай и вот собственно от этого мы начали плясать сейчас идет подготовка то есть состоится 16 апреля 16 в 19 нет в 6 часов вечера еще 18 видимо очень много будет приглашено чтобы всех успеть до нагнать так сказать под на позже много артистов и это будет большой концерт может быть даже на два с лишним часа то есть но здесь для вас это все-таки была какая-то такая ну это мой первый творческий вечер я в принципе даже не собиралась но вот раз поступило такое предложение я как бы его приняла и считаю что уже пора наверно а как вы считаете игорь это действительно событие ведь когда у поэта песенника целый нот а чаще бывает творческий вечер композитора у которого много до всяких поэтов песенников а здесь творческий я скажу что ну как скажем что важнее для поэта писать стихи или такой творческий вечер то не знаете творческий вечер все-таки подведение многолетнего итога творчества это это есть 25 потому что я об этом тоже мечтал и думал до сих пор не случился у меня следующий хотя это было и 10 лет назад желание и поэтому юлю поздравляю что этот шаг сделан спасибо что появился человек который предложил это сделать соответственно артисты всех кто работал уважает и для любви это тоже важно чтобы прийти посмотреть да на этих людей на ваше творчество но и вам надо тоже думать тогда следующий естественно естественно и то что хочу я не только исполните у нас очень много написано как вот именно в тандеме юлиса же я понимаю поэтому вы вдвоем здесь поэтому ей удачи душевным как будто бы вот юли на секунду вышло вот какие главные качества нее сначала как у поэта профессионала вот именно который знаешь что такое хит строка знаете я в принципе могу сказать что я один из первых из первых композиторов который начал с ней работать так уж да как уставил это в домашней стихи или познакомились да и она показала свои стихи потому что действительно человек очень интересный она была и в большом спорте между прочим да и когда показала первые стихи мы сделали набросок какие-то детские песни какие-то и самая первая песня у нас случилось в исполнении случилось в исполнении мой смелый ветер и написано было очень много песен и что в ее текстах в стихах они в них уже заложено определенной мелодии когда ты когда начинаешь понимаешь что тебя уже двигается в ту или иную сторону есть легкость есть самобытность есть интереснейшие фразы потому что здесь не вымучено как у некоторых читает присылается очень много стихов и считает у него как-то все это легко гармонично и от души поэтому немало людей поют юля вернулась к слове композиторов да да я вернулась то выделить перед вопрос адресуем ей но частично она уже сказала тем не менее но я понимаю что все таки основной стороны это наверное вдохновением никуда же не денешься у вас муза или мус есть какую-нибудь как как приходит к вам это или например все таки есть еще профессиональный подход вот нужна песня да ну какие-то друзья говорят вот мне нужно что-нибудь такое что-нибудь это про весну что-нибудь и вы приходите садитесь к кофейку давайте про весну как сейчас уже конечно да профессионально то сможете вы писать могу главное чтобы времени было не сутки хотя бы дня три бывают и сутки бывают звонят гавананы снизу мы начинаем смотреть так что у меня слева бывает и тогда но изначально конечно вдохновение все это было и любовь то есть есть у роберт рождественского по-моему такой прекрасный стих но все начинается с любви и то и то и другое 3 все что-то твердят начале было слова я провозглашаю снова все начинается с любви вот у меня тоже все началось с любви когда мне было 16 лет я влюбилась вот прям как говорится по уши влюбилась очень известного артиста скажем так и не стала вот как вот девочки бегают да ездят по гастролям за артистами да там концерты я там караулить у подъезда . я не стала то есть я подумал что это путь тупиковый я вкупе царю чтобы карауле и да и ну вот и никуда он не ведет я подумала какие у нас точки соприкосновения есть а так как стихия писал с детства ну где-то шести лет я подумал если я стану крутым поэтом песником напишу этому человеку много хитов и хороших песен то он меня заметит детские были такие эмоции ну вот с тех пор пишу но дошла из нет одну песню исполняет но кто это я не могу сказать будет тайна мы будем вычислять там песни же написано что вы автор конечно а может быть вы прячетесь еще под какие-то псевдонимами нет нет физика настолько да и скажите пожалуйста с эти какие переживания вот и тогда вам тоже параллельный вопрос как началась эта музыка ногу всегда же удобно и вот очень многим людям трудно понять но можно же петь столько уже создано всего от моцарта дали дзеппелин пожалуйста и посредине где-нибудь там я не знаю шансоны выбирает и трудись а вы решили сами писать музыку вот бывает ловите себя на такой мысли что что-то похожее или вдруг знаете как это тоже я написал а бывает как рождается именно ваша индивидуальная музыка знаете вот музыка это была гитара и ты просто учишься и первые песни гитары 13 лет да на пенсии да все на и же аккорды то наступает момент в эту школьный ансамбль что-то играю а и ты понимаешь что у тебя что-то лезет свое а у нас от этого склеиваешь пилот если свою с маразматическим по нынешним временам может быть текстом привитивным абсолютно непонятным я чуть вспоминаю какие-то строчки понимаешь что это было но это было красиво и душевно это отжимой любовь азии любовь таджикистан все это написание песен это все надается свыше как и поэтам можно становиться уже ремесленником как сейчас вот в такие времена вот когда заказ конкретный поступает но большей частью да 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 но большей частью все таки это даровано небесами и она льется потому что ты тоже думаешь когда что тебе не перепеть какую-то песню тебя просто льется это льется привел к тебе и вред или в конце газа ты не знаешь и сколько написанных мелодий ты всегда слава богу успеваешь а вот писать но не все становится песни это да ну как вообще не все замечательные стихи вот я тоже писал стихи первый альбом не был девочкой гитары губает группа дети арбата была преми гули все это давно было я первый он писал сам а когда знакомишься с такими прекрасными поэтами поэтессами которые на музыке поверьте знаком со всей плеяды самых известных авторов ну только не удалось с дементьевым поработать все это все это было как-то на такой основе не профессионально а когда вас знакомишься с людьми и ты понимаешь что они говорят и ты чувствуешь то что ты видишь в их стихах и и получается гармония и получая песня получается как сейчас говорят технического или продукт но именно или контент хорошее и дано для души вот перед тем как завершить первое деление и во втором концертами уже говорите во втором отделении уже расскажем вам о том кто планируется для кого вы пишите и с кем вы сотрудничаете вообще как все будет проходить что там есть определенные приятные моменты для тех кто захочет прийти на концерт или скажите пожалуйста а вы по первое свое стихотворение помните самые первые шесть лет вы сказали да я помню это сказка про гномов я причем написала целую сказку она у меня до сих пор кстати опубликована на сайте и все с удовольствием читают то есть она прям не так она вот пришла и я написали в шесть лет ну я придумывала а мама записывала я в шесть лет еще честно говоря плохо писала то есть вода просто сидела за понятно скажите пожалуйста на чем работаем сегодня помимо концерта как у вас какие то есть но мы поняли что вдохновение все-таки есть это отдельная история вот а есть какие то вещи я так понимаю что у вас сотрудничество со многими исполнителями они от них приходят или например иногда вы что-то вот рожда ну было родилось и говорите ты знаешь вот у меня кажется тебе подойдет вы точно знаете же подойдет как бывает по разному но иногда обращаются мы пишем когда обращаются а бывает просто вот вот сейчас допустим после передачи возьмем поедем в гости ко мне и что не сочиним игорь кстати слета вот он прям смотрит на прям смотрят на текст берет гитару и начинает петь вот это вот для меня ну просто каждый композитор он по-разному сочиняет на здесь я вот вот прям вдвоем получается про я надеюсь что то есть нашего эфира родится что-нибудь очень лирично романтичное что-нибудь хорошее потом может быть вы вспомните вот были по на одной передаче но сейчас мы сделаем перерыв переведем дух после чего вернемся в студию и расскажем о концерте о первом творческом вечере который пройдет здесь в люберцах в дворце культуры поэт песенник поэтесса юлия старости на но и также песен композитор игорь корнилов тоже будет участвовать в этой программе и не только он дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и у нас творческая программа практически уже начинается творческий даже скажем так не вечер и день и утро поэта песенника юлия старостины которая напомню 16 апреля приглашает всех люберчан и гостей городского округа к себе на творческий вечер который начнется в 18 00 ну и будет принимать в этом мероприятии важным для юлии и и друг коллега и соавтор замечательное слово игорь корнилов ларят премии песня года награжден специальным знаком как-то про называется орден знак что это знак отличия за заслуги признак отличия за заслуги перед ямалом вот так вот такие вот замечательные творческие люди будут у нас небольшой частью если юля как бы глава ради нее все это делается да и она она объединила всех этих людей скажите кого ждем то на концерте список я вижу специальному высоте невозможно всех упомнить не просто наоборот чтобы никого не забыть да потому что очень и так приблизительно мы ожидаем на концерте да нет не приблизительно обещали точно были то есть виктор рыбин и наталья синчукова так любимая многими певица и композитор екатерина семенова ой веселая певица композитор прекрасная ольга стельмах и певец и композитор игорь корнилов надо же заслуженная артистка россии не к певица звезда шансона очаровательная стелла джани владимир марусь и и никой левкин и придут всей семьей да да знаю бывали тут у нас лауреат международных фестивалей левуш любич и стимпедиат специального фонда президента республики беларусь по поддержке талантов и молодежи гюнеш аббасова приедет к нам из минска то есть у вас уже международный творческий вечер так экс солист группы корня александр асташонок сам бог велел и гости из молдовы заслуженная артистка гагаузии людмила тукан а вот как она такого попадется вот ехать и певец и музыкальный продюсер дмитрий прянов прекрасная программа программе прозвучат песни игорь корнилова юлиана донской светлана кулемина наталья топчий екатерина семенова и михаила шевченко олега валянда ольги стельмах александра сташонка и романа вербы ну вот видите программа по-моему очень солидным чуть позже кстати мы еще расскажем там будут особенные приглашения до предложения скажите игорь вот концерты так называемая солянка до в миру вот это скорее будет встреча друзей которых объединяет юлия или это вот такая концертная программа где все-таки каждый индивидуал как это происходит мне как правило это встреча друзей но индивидуал давайте уже так встреча друзей индивидуал тоже каждый по своему харизматичен талантлив но даже не просто концерт когда тебя приглашают именно на творческий вечер какие-то слова будут наверно говорили естественно и всех связывает все-таки творчество юлии старости на ее стихи и и удар это тоже немаловажно поэтому июля наверно готовится какому-то выступлению почитаете там стихи это предложение за может быть нет программе так неожиданно вдруг не я я с удовольствием если время останется я почитаю еще один такой вопрос к вам вот а тех ваших стихотворных детках которые пока не превратились песни ну наверное как вы говорите все разложено вот бывает такое что вы напишите какой-то текст откладываете но что-то вам будет кажется или он слишком или не долл а потом вы к нему возвращаетесь да если это не заказ так часто я делаю то есть напишу припев потом хожу смотрю если мне что-то не нравится я меняю потом к припеву обычно вот в таком порядке я делаю потом к припеву пишу я куплеты и потом раз и все опять переписываю такое бывает как высоцкий говорил сам написал сам меняю как хочу так что хочу то и делаю вот когда вы слышите ваше произведение да сейчас вот спрошу и поэта и у композита когда вы слышите свое произведение то есть вы его писали вы его придумали вы выстроили этот ряд вы глазами его читали как-то вы слышите как вот исполняется вы помните же это ваш текст или иногда уже забывайте что нет я кстати все свои тексты и стихи и все практику может быть ну почти все скажем помню наизусть а уж те которые исполняются я их помню на сто процентов потому что у меня вот здесь вот такой талант хорошие памятности я поэмы все это наизусть примут всякие не нам в школе можно было два раза стих прочесть поделись с нами этой память это только на стихи вот телефоны скажем я не сминаю а вот ведь а я телефон и запоминаю мне не повезло игорь скажите пожалуйста вот приедут ребята но я так понимаю что в общем то чуть давненько у нас не было до таких концертов здесь в люберцах чтобы так вот глобально самые разные направления и так далее кто-то эту программу выстраивал как как или режиссер и постановщики саша сташонок а все да я со стороны мы сейчас кстати вернемся там интересно будет потенциальные коллективы вообще про коллективы которые будут примать участие я еще должен вам задать вопрос когда вы слышите свое произведение музыкально что с вами происходит и даже иногда может быть себя когда слышите исполняя свои произведения со стороны вот например так же так было с песней мая например а вагайты я песня была в работе не было ответа берется не берется причем ее изначально обойтись на потолок запит и просто радиостанцию включая русская радиуса я слушал просто естественно всех исполнит и слышишь что-то знакомое по вступлению даже вступление это все придумано но это и в тот раз слышу песни поймать что это твои до откровение такой и приятности кто выясняет что ребята а у я же автор мы ни о чем не говорили до конца и подумают знаете свою мелодию всегда услышишь даже были какие-то вещи когда слышь какое произведение ты поймешь что позаимствовали у себя но в моей ситуации как правило что-то новое пишешь и ты нехорошее слово но крадешь опять же у себя славу это происходит так как художники могут переписать то что ты создал даст пояс а с юли или с кем-либо ты действительно если это качественная души как говорил в начале программы если ты составляющих сходится музыка слова и исполнительский талант это получается стопроцентный шлягер и песни живет долгие долгие годы самое интересное эта песня уже превращается в какой-то такую атмосферу наш на во многих людях кому-то больше нравится кому-то меньше кто-то с удовольствием послушать один раз кто-то может быть запишет и будет и по и будет заказывать ее в караоке а это всегда хороший показать не встречалась вам такой вот такой случай уже рассказывал когда милад заказа где-то пел своим голосом учета видимо в караоке мы было написано вам надо учиться петь у нас времени к сожалению немного у нас еще и сюрприз когда приходит творческие люди у нас всегда есть сюрприз скажите там есть у вас вот выписали себе какие-то интересные вещи давайте мы озвучим при продаже билетов к пентну несколько сказали что будут для пенсионеров и для детей на годе для многодетных семей будут значит скидки 50 процентов вот чтобы получить эти скидки нужно позвонить вот по телефону плюс семь четыре девять пять 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 четыре двадцать два семьдесят девять этот телефон касс люберецкого дка до доказать вот и к тому же мы подготовили подарки для семей наших вот защитников участников спецоперации то есть их дети жены и сами защитники и вот могут прийти бесплатно то билеты для них бесплатные отлично то еще потом творческая за александр асташонок сейчас ведет директор дворца до доведет договоренность с художественными коллективами люби резкими до танцевальными в основном может быть еще кто-то примет участие вот и они смогут выступить на одной сцене с вот с названными товарищами стихи юлия если под вашей нужно читать значит родители смогут прийти посмотреть на эти коллективы в том числе и выбрать может быть в какой кружок записать ребенка вот и потом оставить следующими звездами до времени появится новые стихи и новая музыка коллеги к сожалению с такими людьми говорить одно удовольствие можно долго вот я знаю что в нашей передаче есть должен обязательно появится в данном случае не руяль баян баян нет гитарка давайте раскрываем наши карты я хочу предложить игорю игорь что мы сегодня услышим в финале вот самая простая добрая любимая гитара что это будет за произведение песня написано давно давно даже я сейчас хочу реанимировать есть такое записано чем во втором альбоме вышедшая песня о друзьях меня тогда этот текст очень зацепил прежних друзей осталось мало и мы как если я хочу все-таки вернуться к творческому вечеру юлия талантливей поэтессе и эти стихи очень вот я часто под гитару мы кстати вот хорошо что ребята или жены родные будут ребят которые своя принципе с гитаркой так и езжу по госпиталям и бурденко и вишневского и в питере был то есть есть возможность я эту песню как раз для ребят пою потому что я в этой песне заложены и воспоминания воспоминания о друзьях и о наших юности потому что у меня там строчка нравится фотокарточки на памяти давайте давай по этой песне она стихи юлии старостиной и всем желаю встречаться почаще с друзьями не называть наши не забывать наше прекрасное прошлое исполняет игорь корню прежних друзей осталось так мало рядом мы словно листьев стайка из листопада ходим друг другу в гости только на праздник в зеленом по красным исчезая порой закружит наши сны и листопад завертит карусель свою осень листья все летят и летят как будто разлетаются гости фотоальбом на память мысли страницы часто в дожди листаю я наши лица первой любви читаю странные строчки запятые точки словно птицы и сны закружит наши сны листопад завертит карусель свою осень листья все летят и летят как будто разлетаются гости закружит наши сны листопад но ты не отпускай мои руки с тобою мы как прежде любят перезимуем осень разлуки прежних друзей осталось так мало рядом мы словно листьев стайка из листопада ходим друг другу в гости только на праздник то зеленым то красным исчезая порой исчезая порой исчезая порой вот так не хочется чтобы вы исчезали сейчас но к сожалению мы все втроем исчезли буквально через некоторое время но в финале все таки вы люди творческие чтобы вы пожелали всем телезрителям которые иногда в песне находят счастье радость ответы на какие-то вопросы на какую-то тревогу на какой-то наоборот торжество и так далее мы же не можем без этого без творчества но вы именно те люди которые его создают вот этот вот элемент нашей жизни вот обращение чтобы вы сказали зрителям я вот всем желаю большого человеческого земного счастья чтобы как бы все были довольны тем что они делают чтобы они реализовывали себя до чтобы добивались своих целей на и не бросали главное путь ну туда куда они идут это наполовину то есть надо все равно пота конца да да игорь а я хочу сказать что в это время действительно песня и жить и строить помогает да и в трудные минуты вот хочу пожелать чтобы все-таки возвращались своим забытым каким-то песням песням юности до в которых заложен глубокий смысл песен красивых очень много и так же то что сейчас создают ребята молодые авторы не любят у нас это согревало чтобы все-таки музыка согревала и хочется конечно гармонии в душе потому что музыка это гармония чтобы каждого и зрителей было гармония в душе почти тост на ваш творческий вечер на ваш концерт который обязательно закончится таким музыкальным поэтическим шампанским которые вы все можете попробовать с помощью замечательных исполнителей которые придут на концерт юлии старостиной аж 16 апреля в 18.00 я думаю что будет долгий концерт спасибо вам большое спасибо спасибо вам это была программа открытый диалог всего вам доброго с вами был николай пивненко до свидания спасибо 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 спасибо